19 часов и 4 минуты в российской столице. Вечер добрый, господа. У микрофона Юрий Прайнко. Это Финам.ФМ. Ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». Сегодня у меня потрясающий гость. Человек, которого я давно хотел заполучить. Вот эта неделя у меня вся такая, да, значит. Но вот сегодня у меня в гостях поэт, мой коллега-журналист Лев Рубинштейн. Лев Сеонович, рад видеть. Здравствуйте. Добрый вечер. В самом начале напомню средства коммуникации. Для звонков 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Для писем финам.фм, портал в интернете. Там же идет и прямая веб-трансляция. То есть можете слушать, смотреть, как вам удобно. Знаю, что многие из вас сотни тысяч находятся в пробках, поэтому, по всей видимости, будете все-таки в массе своей слушать. Ну и пользуйтесь также моим личным аккаунтом в Твиттере. Туда также можно направлять свои реплики, вопросы и комментарии. Мы будем говорить сегодня о России. Потому что вот Лев Семенович пришел ко мне и говорит, о чем будем говорить? О России будем говорить. Лев Семенович, тошно жить в нынешней России? Ой, вы знаете, нет, я это слово бы не употребил. Честно говоря, интересно очень. Я живу долго в этой замечательной стране. Я замечательное слово без кавычек употребляю на самом деле. По-разному было, в том числе и точно. Но вот в последнее время, если честно, мне очень интересно. 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 Интересно в чем? Что-то происходит. Понимаете, я... Вот мои такие молодые годы сознательного становления, они пришлись на 70-е годы, которые уже позже были заглавлены, как годы застоя. Вот это было странное время. Значит, такой морок, такой сплошной сон, там совсем ничего не происходило. Мы, например, я помню, такая игра была в моем... в моей среде. Кто-нибудь приносил с собой старую газету и зачитывал оттуда какое-нибудь там сообщение какое-нибудь. И предлагалось всем присутствующим угадать, за какой год газеты. Так. Как правило, все ошибались. Потому что в течение примерно лет там восьми в стране... Ну, не в стране, а вот в информационном пространстве не происходило ничего. Вот. Сейчас мы живем в очень двусмысленное, в очень в каком-то смысле поганное, в каком-то смысле отвратительное, в каком-то смысле прекрасное, но в очень... В очень интересное время, я считаю. А вот поганность в чем заключается? Я все-таки дожму этот вопрос. Поганность заключается в том, что... Что вот все то, что мы обобщенно и очень приблизительно называем властью... Властью всех уровней. Причем даже не обязательно самая верховная власть, но еще хуже власть вот такая... Как Марк говорил, данная нам в ощущениях, да? Она еще отвратительная, просто потому что мы с ней соприкасаемся. То есть они пытаются из страны сделать, ну и, надо сказать, не вполне, не безуспешно, из страны пытаются сделать такую большую, большую такую воровскую малину, значит, со своими понятиями, со своими... Со своими внутренними правилами и законами. И у них это так не то, чтобы получается, но успехи есть, да? Но одновременно мы наблюдаем рост... Я, как ни странно, такой исторический оптимист. Мы наблюдаем рост и возникновение вот какого-то такого принципиально нового и мне очень импонирующего класса. Его по-разному называют. Недоброжелатели его называют хомячками, доброжелатели его называют креативным классом. Можно как угодно его назвать. Но это совершенно другое поколение, не мое. Это поколение молодых людей, не совсем юных, ну, скажем так, около 30 лет. Иногда их еще называют хипстерами, но это тоже очень приблизительно. Это такие городские молодые люди, которые вдруг... Они, как правило, профессионально состоявшиеся. Они не маргиналы. Они люди, поездившие куда-то, они люди где-то поучившиеся. Которые, которые вдруг в какой-то момент, это был примерно, то есть не примерно, а буквально год тому назад, эти люди вдруг коллективно осознали потребность в честности. Они идеалисты. И мне это очень нравится. Потому что мое поколение попало, значит, где-то между. Между 60-ми годами, там, 70-ми. То есть те, кто были школьниками и студентами в 70-е годы, это, вообще-то, говорю, было поколение циников. А нынешние не циничные? Нет. Нет? Нет. Нет, они идеалисты. Ну, нынешние. Я имею в виду тех вот самых активных людей, которые вот сейчас занимаются протестной деятельностью. То есть их власть и обслуживающая власть, значит, медиа, их пытаются определить как таких разрушителей, как смытьянов, как иностранных агентов. Это вообще мерзость, конечно. Мы об этом, если... Да, если вы затронете этот вопрос, я с удовольствием его подхвачу. Нет, они именно идеалисты. Им захотелось честности. Посмотрите, сколько среди них... Причем вот из них, вот из этой всей вот достаточно многочисленной когорты, мне больше всех даже импонируют не те, кто с лозунгами там ходят на мезинги, а те, кто занимаются определенными, конкретными, практическими и очень, на мой взгляд, полезными делами. Прежде всего, вот, скажем, прошлой зимой появилось, по-моему, мощное движение наблюдателей. Это и молодые, и немолодые, кстати. Там люди разного возраста. Вот вдруг пошли на выборы в качестве наблюдателей, и очень много чего там нарядили. Другое дело, что у них ничего не получилось. Но мы с детства знаем, что против лома нет приема. Но в общественном сознании, мне кажется, какой-то небольшой, нерадикальный, но серьезный сдвиг произошел. Он не схлопнулся, он не выдохся, вот через год. Посмотрим, посмотрим. Летом, когда, летом это было, да, или осень, я уже забыл, так все быстро происходит. Вот когда были события в Крымске, это когда было? Ты думаю, мой, я тоже. Вот такие вещи, конечно, надо помнить, да. По-моему, конец лета это было, да, мне так запомнилось. Но неважно, в общем, когда происходят такие вещи, то появилось тоже совершенно, ну, тоже довольно сильное движение волонтеров. Это люди, которые ездят, кому-то помогают. Эти люди, которые собирают какие-то деньги. Это вообще вот это волонтерское движение. Это совсем молодые люди, да, которые занимаются бездомными животными, которые занимаются бездомными людьми. Это люди, которые помогают вот этой замечательной доктору Лизе, которая лечит бездомных. Вы считаете, что их много, Леонид Иванович? Они заметны стали. Они заметны. Но это не значит, что они многочислены. Нет, нет, это не является массовым явлением, конечно. Более того, я скажу, что такие люди появились далеко не только в Москве и в Питере. Я их знаю в Красноярске, я их знаю в Нижнем Новгороде. Повсеместно? Повсеместно. Это происходит. И, в общем-то, на них вся моя надежда. Но вы говорите о том, что, возможно, да, протест в Идаксе, или вот это движение, которое было год тому назад. И вы говорите, ну, ближайшие события покажут, да? То есть вы считаете, что это вполне возможно, да? Что люди разочарованы. Ведь тогда, смотрите, вот эти фальсификации, да? Разочарованы в чем, простите? Разочарованы в том, что, а ничего не меняется. Вот эти ребята, они на пятой точке настолько ровно сидят. А теперь у нас, я не понимаю, во власти. Во власти, около власти, назначенные ими бизнесмены, да? Понимаете, в чем дело? Судя по их телодвижениям, судя по их абсолютно безумным, диким, неадекватным телодвижениям, какие-то незаконные дикие принимают, да? В общем-то, они боятся. Но вот сейчас разоблачения идут коррупционно. Как вы считаете, это что? А, это... Сердюков, Скрынник. Я понимаю, да. Кто-то сказал, они стали своих это самое... Сдавать. Сдавать, да. Но это, конечно, просто... Вчера они были свои, а сегодня они не свои, значит. Вот они, видимо... Видимо, какая-то часть своих перестала быть своими. Собственно говоря, именно это... Вот сейчас говорят там, все... Ну, некоторые последние события сравнивают с 37-м годом. Это, конечно, натяжка. Это, конечно, натяжка, потому что какой там 37-й год, тогда действительно массовым образом убивали людей. Но по какой-то методу работы, вот именно это обстоятельство, что они сдали сдавать так называемых своих, это немножко похоже на 37-й год, который был славен именно в основном тем, что они стали уничтожать именно своих. Но не они, а Сталин. Просто вот бывших своих. Для него просто своими стали совершенно другие. То же самое здесь сейчас происходит. Да. Свои становятся чужими. Да, просто тогда, тогда на переднем плане была, ну, я не знаю, как это назвать, идея там какая-то. А сейчас, ну, деньги. Ну, что там еще? У них нет. Вот мой друг и коллега Володя Сорокин, писатель, который однажды, я прочитал его какое-то интервью, довольно интересное, мне там понравилась очень одна мысль. Он сказал, о чем с ними можно говорить, если у них в голове не буквы, а цифры, только цифры. Лев Рубинштейн, поэт и журналист, здесь и сейчас в реальном времени. Мы сейчас уходим на краткий выпуск новостей. Звоните, пишите, господа, 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. 19 часов 17 минут, реальное время, финам.фм. Здесь Лев Рубинштейн. Ваши письма на финам.фм. Там же идет прямая веб-трансляция. Звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495. Лев Семенович, я вам сейчас процитирую человека, которого вы точно знаете. Ну, не знаю, очно или заочно. Ну, заочно точно знаете, да? Значит, пункт первый. Прямая речь. Цитата. И еще одно предложение. Я считаю, что фундаментальная ошибка оппозиции заключается в том, что она строит свою программу на лозунге «Путин, уходи». Я не буду спрашивать, как вы думаете, кому принадлежат эти слова. Я не знаю. Это Ирина Хакамада, которая вот была вчера на вашем месте. Вот ваш взгляд на эту проблематику? Ну, она всегда до какого-то момента... Ну, я с ней... Нет, я лично ее не знаю. Я не очень понимаю, что она имеет в виду и что она... Что она хочет от оппозиции. Почему? Ну, в определенной части тех, кто совсем недавно позиционировались, позиционировались как оппозиционеры, извините, такой тавтологии. Вот. А они сейчас стали играть роль таких усталых, разочарованных людей. Ну, пусть предложат что-нибудь. Многие выдумывают. Я, например, не считаю, что Путин главное зло. Я так не считаю. Не считаете? Нет. Он такой же, так сказать, раб обстоятельства. Он просто чекист. Ну, что такое? Ну, чекист. Я с детства... Ну, не с детства, но, скажем, с подростковых лет... Привык их, в принципе, вот эту вот породу, в принципе, привык не считать людьми. Так вообще. Это меня так вот воспитал старший брат и его друзей. Это люди... И вы это чисто сохранили по сей день? Безусловно. Оно никогда... Да, не было ничего такого, чтобы меня разубедило. Более того, всегда только подтверждал. У этих людей своя логика. Они... 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 Гомункулусы вообще, да? У них своя логика. Свои... Свои мотивации. Они... Они никогда не верят никому. И им никогда нельзя верить. Они, по-моему, на это даже не претендуют. Знаете, когда я в 70-е годы... Ну, были когда-то, так сказать, в конце семитетов, когда вокруг меня и моей компании что-то такое... Ну, что-то такое неприятное начиналось в этом смысле, да? Когда уже... Когда уже контора, все знают, что это слово означает, да, в кавычках, уже реально расправилась, ну, разобралась, скажем, с реальным диссидентским движением. Они стали так постепенно подбираться к художникам, там, к писателям, которые, главное, особенно к тем, чьи тексты не публиковались здесь, но зато публиковались в Европе или в Америке. Их интересовало даже не содержание этих текстов, их интересовали каналы. Как туда что попадает, а какие иностранцы, а чего, как... Какая сволочь туда это провозит. Как это, да, как это происходит. Вот. И многие мои знакомые с ними имели какие-то там дела, разговоры. К счастью, я... Вот к счастью, да, я успел этого... У меня не было этих... Я... И я очень этого боялся, этих разговоров. Не... Причем не боялся, что будут мне угрожать или кричать. Тут я себя знаю. У меня такое устройство нервной системы, что когда меня начинают набирать, я становлюсь как кремень. Я знал, что вот... Я боялся другого. И причем меня даже какие-то старшие опытные товарищи предупреждали, что они иногда начинают себя вести как люди. А они людьми не являются. Это надо помнить. И вот как ты разглядишь в нем человека, как ты вдруг поверишь ему, ты увидишь его какие-нибудь усталые глаза, или он скажет, ну мы же все тоже понимаем. Мы же... Ну мы же... Вы думаете, мы не понимаем, что... Вот так вот. И я за собой это знаю. Я в этих случаях теку. Я начинаю... Ну мне становится человек как-то по-человечески... Вы начинаете верить. Верить, может быть, жалеть даже. Вот я не знаю, что. Но вот я вижу человека когда-то, так сказать, воплоти. Я его не умею ненавидеть, понимаете? Но это такое мое слово. Кстати, говорят люди, которые... Я тоже с Путиным не общался вот так вот, да? А он действительно умеет очаровать. То есть люди попадают просто в зону очарования. Он вербовщик. Он вербовщик, его этому учили. Да, он сидел в этом ГДРе и вербовал агентуру. Но получается, что в свое время он завербовал и Анатолия Собчака? А что? Нет, на эту тему я не... Да, да. Я люблю рассуждать о том, чего знаю. Вот. Не знаю там, кто кого завербовал. Но эта порода, она, так сказать, понятна. Нельзя верить. Она понятна. Нельзя. Нельзя. Есть старый лагерный принцип, так сказать, не верь, не бойся, не проси. Он распространяется на этих нынешних, на эту нынешнюю вертухайскую вот эту власть, да? Я не знаю, кто такой Путин. Я его никогда не видел и не собираюсь. Он меня вообще не интересует. Меня интересуют те социально-исторические обстоятельства, которые позволили вот такому персонажу оказаться на самом деле. Вот, Лев Семенович, о социальных обстоятельствах. Россия действительно уникальная страна. Знаете ее в чем уникальность? Это первое государство, где к власти пришла госбезопасность. Именно. Нигде. То есть были военные диктаторы. Какие угодно вариации. Там есть варианты Северной Кореи. Да, жандармы нигде не пришли. А вот что делать-то в стране, где победила госбезопасность обычному человеку? Если вы мне сейчас скажете уйти во внутреннюю миграцию? Не скажу. Они же сами придут. Скажут здрасте. Ну, да. Понятно. Что делать, я не знаю. У меня нет рецептов. Если бы я их знал, я бы претендовал на Нобелевскую премию мира. Но в общении, вот я вас простите, то, что вас перебил, да, в общении с Борисом Акуниным вот эти известные диалоги, которые публиковал, ну, я так скажу, старый, да, журнал «Большой город», он и сейчас... И сейчас вышла книжка. Да, и сейчас вышла книжка. Но там-то вы хорошо проходитесь. Я это все читал. Ну, чего ж. Ну, чего ж. Не боитесь? Нет. Страха нет? Нет, нет, нет. Это время прошло. Нет. Нет, ну, куда? Ну, что ж бояться? Ну, тогда, значит, либо надо... Если бы я боялся, я бы отсюда уехал, видимо. Ну, я уже человек со своим опытом, со своей репутацией, со своим корпусом текстов. Ну, что тут теперь бояться? Что дергаться? Ну, что дергать? А молодые дергаются и уезжают. Вот вы говорите о том, что есть те, кто реализовался? Я очень не люблю давать советы никому, в том числе и молодым. Я не буду, вот сейчас прямо в эфире не буду говорить, ребята, не уезжайте. Ребята, поступайте, скажу я так, как вам подсказывает, подсказывает ваше, так сказать, внутреннее чувство. Я только скажу, что когда молодые, талантливые, честные, молодые люди уезжают, я огорчаюсь, вот я так могу сказать, я не хочу, чтобы они уезжают. Но они уезжают. Потому что они не видят перспективы. Вот понимаете, это, по-моему, самое страшное. То есть действительно можно не думать о Путине. В ближайшие годы что-то произойдет. Что, Лев Семенович? Ну неужели вы тоже революционер? Я совершенно не революционер. Я совершенно не революционер, революции не люблю и даже боюсь. Просто она неизбежна. Поясняйте, почему неизбежна? Ну потому что этого не может быть долго. Вот эта нынешняя ситуация не... Понимаете, советская власть держалась долго. Хотя что значит долго, понимаете? По сравнению с какой-нибудь Римской империей, там это смешно, да? Какие-то 70 лет. Третий рейх и вовсе там. Но есть более даже древние цивилизации, которые тысячелетиями не выжили. Да, долго потому что она была... Она опиралась на идею. На идеологию. Идеология была ложной, идеология была бесчеловечной, на мой взгляд. Но многим людям она оказалась истинной и человечной, между прочим. Кстати, некоторым по сей день. По сей день. Эта идея заражала даже и западных интеллектуалов. Эта идея вообще как-то витала в воздухе. Ну, это был марксизм, так сказать. Правда, это был не марксизм. Это был марксизм-ленинизм. Это совершенно другая вещь, между прочим. Но она терминологически и вообще риторически, и фразеологически, она существовала. Она была. Нынешняя власть не держится ни на какой идеологии. Деньги? Деньги. Деньги, цены на нет. Это мощная идеология. Но она не идеология. Это мотивация, да. Но она не идеология. Действительно, нынешняя ситуация принципиально иная. Потому что вот все сравнивают с советской властью. Нет, это не похоже. Это другая история совершенно. Это не советская власть. Госбезопасность помножена на деньги? Во-первых, госбезопасность никогда не была, как сейчас выясняется, никогда не была идеологической организации. Это была такая чисто циничная, силовая контора. Вот именно контора, да? Вот я не подберу лучшего слова. Которые, они, я думаю, в поздние годы, уже начиная там с Андропова, вот эта контора, им уже тоже весь этот марксизм-ленизм был ни нафиг не нужен. Они тоже, наверное, рассказывали анекдоты. Но табличка на здании по сей день висит. Это понятно, да. Они тоже рассказывали анекдоты. Они были ребята циничные, были ребята выездные, да. Они все это хорошо понимали. И ждали того случая, когда можно будет... Они и тогда были у власти, вообще говоря. Но они ждали случая, когда вот этих коммунистов-старперов, которые уперты в своем этом марксизм-ленинизме, когда их наконец попрут, и они нормально, спокойно свою вот эту вот полубандитскую, полуворовскую, полу... Не знаю, какую еще власть установят. Они это сделали руками Бориса Ельцина? Они это сделали руками не только Ельцина. Я думаю, к сожалению, олигархов. Дело в том, что вот эти вот... То, что вот в 90-е годы возникла эта олигархическая такая компания, они, конечно, причитались. Они решили, что они теперь управляют ситуацией. Они себе понанимали этих самых руководителей охранных там предприятий. Думая, что они ими будут управлять, а у тех были совершенно другие планы. Вот. И также эта история с Путиным, это абсолютно многократно прокрученная вообще в истории история, да? Которая просто нашла подтверждение в наши времена, к сожалению. Так было со Сталином, так было с Гитлером. Когда какие-то умные ребята, да, говорили, ну вот давайте мы этого сейчас кем-нибудь назначим. Он человек недалекий, мы им будем управлять, он будет делать все, как мы скажем. В итоге понятно, где оказывались те, кто так думал. Лев Рубинштейн в реальном времени на Финам-ФМ. 19 часов 31 минута, реальное время Финам-ФМ. Поэт и журналиста Лев Рубинштейн сегодня у нас в гостях. Звоните, пишите. Лев Семенович. Вот как раз в советский период, человек, которого я безмерно уважаю, Аркадий Исаакиевич Райкин, сказал, страна вахтеров. Вот по-моему... Сейчас охранников, да. Вот сейчас это какой-то вообще трэш. Вот полстраны точно охраняет. Да. Вас не напрягает это? Ну, конечно, напрягает. Ну, да, ну, такое... Сейчас уже, так сказать, полицейское государство... Раньше часто употребляли термин, но больше в таком полуметафорическом смысле. Без этого совершенно буквально. Это реализовано. Да. Вот эти вот перегородки, да, загородки, инициатива управления делами президента, вот этот центральный квартал, да, рядом с Кремлем, там, вообще огородить и закрыть, и создать такой, знаете, закрытый город. Мы, 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 мы вот на ваш взгляд, куда идем-то? Вот вообще мы куда, вот на ваш взгляд, куда мы идем? И вообще, мы понимаем, куда мы идем? Нет, кто мы? Люди, вот... Люди, обычные люди. Вот все, плевать мне на эту власть. По-моему, обычные люди... Вы заговорили в первой части, да, о том, что вот они, 30-летние, вот они там к 40 лет, которые приближаются, да, вот, вот они пошли, вот они волонтеры, вот у них это поперло, поперло. Они что, ну как, они действуют, работают, независимо от того, о чем мы сейчас с вами говорим, независимо от того диагноза, который мы ставим. Страна и общество больны, причем, по-моему, почти смертельно. И посмотрим, чем это кончится, ну как, ну, знаете, даже самый опытный доктор не знает, чем кончится кризис, да, либо смертью, либо выздоровлением. Но то, что кризис... Бывают и те, и другие случаи, да. Совершенно верно, но то, что кризис, так сказать, не минуем, для меня это очевидно. Вот так вот, вот так, как сейчас, не может долго продолжаться. Значит, они либо, во-первых, они пугают, а нам не страшно. Вот я этих ребят вижу, им не страшно. Я недавно даже такой у меня возник термин, знаете, человек из автозака. Вот такие появились ребята, которые... Цинично. Да, да, да. Вот. Но они не боятся, вот, понимаете, их винтят там, сажают, они не боятся. Вот, идут в пикетли. А другая сторона тоже резвится? Вывешивают вот рядом с мемориалом, на мемориале, на странной... Это не другая сторона, это вообще не сторона, понимаете? А кто это вот? Не знаю, ну, заказчик мы понимаем, кто, а делают это какие-то бездумные, ну, как они там, условно говоря, наши, может, они иначе называются теперь. Но если я считаю патриотами. Да, понятно. Причем не знают, что это такое, да. Это такие совершенно бездумные ребята. Вообще-то это гопота. Есть такой термин, да, может, не вполне, он, так сказать, литературный. Ну, всем понятный. Которые ничего не знают, ничего не читают. Пользуются тем, что в стране действительно, традиционно, необычайно сильна ксенофобская тенденция. Действительно, огромная часть не очень просвещенного общества панически боится чужого, другого. Поэтому так хорошо попало, значит, вот на эту почву попал этот навоз под названием иностранный агент. А что, вот если, так сказать, включить мозг, а что плохого в том, чтобы быть иностранным агентом? Смотря чьим. И смотря, что значит слово агент. И смотря иностранный, смотря какого государства. Вот мое, вот, так сказать, всякое, так сказать, воспитание и мой опыт жизни меня убеждает в том, что вот стыдно и позорно быть агентом, там, КГБ, а быть агентом какой-нибудь правозащитной организации, независимо от того, где она находится, так сказать, в какой стране, это нормально. Если ты делаешь какую-то работу, которая соответствует твоим убеждениям, если эту работу оплачивают не местные власти, что для них позорно, а не для нас, для этих властей, которые... Потому что вот мы вначале с вами вспомнили про мемориал, да, на который стали там наскакивать и нападать. Но это честь и хвала этой организации. Это люди, которые, в общем, занимаются тем, чем должно заниматься... Задевают за живое. ...чем должно заниматься государство. И государство, вместо того, чтобы радоваться, что на это благородное дело берут не у них деньги, а еще у кого, оно шельмует этих людей. А эти ребята, которые там что-то пишут, ну кто они? Ну никто, ну никто. Но можно любому шпаненку поручить, понимаете, измазать профессору дверь какашками. Ну можно, но он с удовольствием это сделает, потому что он шпаненок. И с такой же с него степень ответственности. Но тем не менее власть-то вот... Можно поджечь там, понимаете, это все то же самое в моем детстве. Такие были ребята. Поджигали почтовые ящики там. Я это помню тоже, по детству, правда, своему-то очень юному. Левсенович, но ведь уголовные-то дела реальные. Да. Уголовные дела реальные. Людей прессуют реально. Это правда. Это правда. К счастью, на сегодняшний день это не имеет вот такого прямо... Поэтому сравнение с 37-м годом некорректное. Но каждый ценен. Каждый ценен. Да, разумеется. Я говорю масштабы. Пока прессует... Это вообще проба. И мне кажется, что мы, общество, должны... Вот это проверка нас, на вшивость тоже. Как мы реагируем на эти истории с Болотной, на девушек испусирает. Я не дам рецепт, но я точно знаю, что надо что-то делать. Я не люблю слово «борьба». Ну, что-то не люблю с детства. Наверное, потому что я в советской школе учился. Я не люблю слово «борьба». Но я признаю и считаю очень важным слово «сопротивление». Вот. Мы должны сопротивляться каждый как умеет. Это не обязательно истерично и рвать на груди рубах. Не обязательно идти на митинги. И даже не обязательно идти на митинги. Хотя я хожу. Потому что... Не потому что я там какую-то особую ценность представляю. Я хожу на митинги. Я туда совершенно, так сказать, смиренно прибавляю к митингу свои там 50 с чем-то килограмм. Вот я свою телесную массу прибавляю к митингу. Я хожу и буду ходить. Думаю. Вот. И вообще не обязательно лезть там на ментов. Там это все. Но не обязательно. И даже, пожалуй, что и не надо. Потому что... Потому что мы друг другу нужны целой и здоровой. Вот. Они все сдохнут, а мы остались. Ну, я промолчу. Многоточие. Ставлю многоточие. Вы были 6 мая? Был. Но я... Я не дошел до... Я... Это самое... Это вне меня вот эти главные ужасные события были. Я был... Я был дальше. И только между тем, чем уже уйдя оттуда, через пару часов, я из радио узнал, что там было. Я удивительным образом прошел спокойно. Я еще и 7 мая попал, между прочим, в автозак. Как это было. А, это известная же история. Точно. Да. У меня же были персонажи вот в вашей компании в эфире, которые... А это-то что было? А это, вы знаете, почти ничего. Это вообще удивительно. Вы сидели в кафе? Сидели в кафе. Но это кафе находилось совсем... Кафе Жан-Жак. Известное кафе. Находилось рядом... Совсем рядом с Арбатской площадью всего лишь. Так, ну, понятно. Как вы смели там оказаться? Ну, я пришел туда, потому... В день инаугурации, когда вот был зачищен весь людской поток, да, в центре Москвы. Ну, да, но я приехал туда, у меня была назначена встреча с несколькими друзьями. И мы сидели в этом, значит, в Жан-Жаке. Это было... Ну, на тротуаре, как это называется, да? Теплый день был. Это было лето. Ну, мая, да. Начало мая. Ну, практически лето. Да. Тепло было, было несколько, вот, значит, коллег, там, журналистов. Были какие-то девушки из разных изданий, милые. Я так понимаю, провозглашали какие-то скабрезные лозуги, да? Да просто сидели. Ну, просто сидели за столом. Ну, вот хотите верить, хотите нет. Да я-то... Вот просто сидели за столом. В какой-то момент, видимо, не знаю, команда, не команда, откуда... Да, да, но мы наблюдали, вот, чуть-чуть за, там, я не знаю, в стаиле двухстах метров от нас, такая... Да, я, главное, рукой показываю, как мы в телевизоре, значит... А, мы в телевизоре, нас же еще и видят, да. Да-да-да. Стоял такой какой-то вот заслон, такой ОМОНовский. Они где-то далеко стояли, машины там выстроились, они перегородили Арбатскую площадь. А мы сидели совсем рядом. И вдруг откуда, знаете, как такая грозовая туча стремительная, откуда-то они появились? Из-за угла, что ли? Вот появились эти космонавты. Подъехали машины, они откуда-то выскочили и стали так, попросту говоря, винтить. Вот всех, кто за этими столиками сидели. Причем жестко и очень так, и очень так, как бы сказать, даже не демонстрирую, как бы это... Такое показательное выступление. Вот так, как-то очень зрелищно. Предъявили, это что? С переворачиванием столиков, знаете. А, даже так. Да-да-да, как-то очень так. Эффектно. 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 Ну, рядом сидел там Борис Немцов, например. Какие-то узнаваемые люди. Витя Шендорович там же. Вот. Сначала они, да, причем это говорят, освободите там проезжую часть, сказали они. Освободите проезжую часть. И в этот момент стали ни на какой-нибудь проезжей части, а именно на тротуаре. Из-за столиков выдергивают людей. И меня выдернули. Но дело в том, что рядом случайно оказалось огромное количество прессы. Вот это там рядом... Случайно. Ну, конечно, случайно. А что, я шел для того, чтобы меня это самое... Под камеры, да. Винтили, что ли? Ну, они там действительно как-то... Ну, это рядом с площадью, и все туда подошли разные... Там был дождь, там было Эхо Москвы, там и Свобода, ну, в общем, какие-то, значит, это там... Коммерсанты ФМ, в общем, там были... Куча народу, какие-то юноши и девушки с камерами. И когда меня вот потащили в этот автозак, я, знаешь, это засняло куча народу. И через полминуты у меня стал звонить телефон в кармане. А меня еще этот мужик все еще ведет в автобус, а у меня уже телефон, говорит, что там? Я говорю, ну, это... Потом расскажу, да, вот что так. Ну, как-то довели до автобуса, по-моему, я даже туда, я уже даже не помню, я туда вошел или нет, но как-то они посмотрели паспорт и, говорит, идите. Я говорю, ну, я хорошо, я пойду. В общем, как-то... Я ни докуда не доехал. Ничего не предъявили. Ничего не предъявили. Я еще спрашиваю, простите, а на каком состоянии... Он так... Он надо отдать должное был не группа, он был вежлив, потому что он был так повзрослее. Он был какой-то такой сорокалетний дядька. Он мне говорил, вам скажут, вам там скажут. Я говорю, ну, хорошо, мне интересно. Вот. Но я дошел до автобуса и, значит... Там, слава богу, в войне оказались, да. Но... Но это как стало очень широко всем известно, значит, из-за этой прессы. Всем все показали. Страшно испугали мою жену, потому что поехал в Москву, еще сказали, что меня избили. Чего не было. Чего не было. Слава богу. Да, она жутко испугалась. Ну, неприятная история. И я себя в этот день... Лев Семенович, когда люди так вот могут собирают... Я в этот день себя почувствовал героем чеховского рассказа, помните, на которого лошадь наехала, и про него газету написали. А здесь все радиостанции и телеканалы сообщили, да? Да, да, да. Но мерзко это на самом деле. Мерзко. Мерзко. Что ли-то вот такие выходки могут себе позволять? Ну, конечно. Ну, я говорю, я пережил, так сказать, я большую часть жизни пережил в этом так называемом совке. И я... Ну, конечно, мерзко. Но я теперь здесь как-то стал себя ощущать, как... Как такой Миклуха Маклай. Вот я живу в таком странном месте. С такими странными... С такими странными... Уйдем на новости. 19.47, реальное время, Финам.фм. Здесь Лев Рубинштейн, 651099, 6, код Москвы, 495, финам.фм. Наш портал в интернете для писем, там же идет и прямая веб-трансляция. Эту четверть мы проведем в интерактивном режиме. То есть звоните, пишите. И Лев Семенович, я думаю, с удовольствием поотвечает на ваши вопросы. Григорий пишет, я тоже соглашусь, что что-то скоро должно произойти. Но я тут слегка немного... Большое письмо. Как думает гость, кто будет движущей силой? Вот этих событий. Кто? Понимаю. Вот то, что что-то будет происходить, это точно. А вот как раз от того, кто именно будет движущей силой, все зависит. Я не знаю. На сегодняшний день этих движущих сил, таких возможных, так сегодня прослеживается примерно три. Это одна из них, условно говоря, ее неправильно называют либеральной, но такая цивилизационная. То есть с вектором в сторону нормальных фундаментальных европейских ценностей. И попыткой все-таки встроить Россию в ряд современных, цивилизованных, скажем, христианских или постхристианских государств. Вторая сила, это такая лево... Такая лево-лево... Чувствую, подбираете слова. Да-да-да-да-да. Я даже знаю, почему-то... Лево-эгалитарная такая вот, да, где там с условным лозунгом отнять и поделить, да. Вот. И какая-то право националистическое, которое нас все время пугает, но которое мне почему-то на сегодняшний день не кажется так уж особенно... Так уж особенно серьезно. Хотя они очень о себе заявляют громко, очень крикливо, очень это все выглядит так как-то... как-то броско, значит, в виде казачьих там или казачьих лампасов или каких-то там бородатых хругвиновцев, что-то такое. Но они совсем ничего, так сказать, не предложить, как в сказке о золотой рыбке, как-то не ступить, не молвить, они не умеют. Хотя все можно. И, наконец, возможно, какая-то совершенно нам какая-то неизвестная на сегодняшний день сила. Радикальная? Ну, скорее всего, да. Которая не... Которая на сегодняшний день о себе не заявляют. Я боюсь, что она может быть опять же связана... Такая имитационная. Опять же связана с теми же спецслужбами. Я уверен, что в недрах этих всяких тайных организаций, да, ведь тоже не все, не все гомогенно. Там не все... Не во всем у них там согласие есть. Пока что опыт показывает, что любая такая реформаторская сильная волна, которая в России происходит, пока во всей российской истории мы знаем, что она бывает только сверху. Увы, увы. Вот. Так что и это еще возможно, да. Но в это я уже не поверю, потому что я точно знаю, что свобода, которую не берут, а свобода, которую дают, это не является свободой. Потому что свободу, которую ты получаешь из чужих рук, ты ее с такой же легкостью и отдаешь. Что, собственно, и произошло, на самом деле. Да, да, да. Лев Рубинштейн здесь в реальном времени. Добрый вечер, в эфире. Как вас зовут? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Чайминск. Да, Сергей. У меня такой вопрос. Кому? У меня такой вопрос. В последнее время куча коллег Рубинштейна начали. Мы просто поменяли тембр. Соловийных трелей перешли на лай какой-то. То, что там движение сдувается, то сего, все дела. Но на лету переобулись. Им просто деньги заплатили. Или действительно что-то? Они поменялись с точки зрения. Его мнение какое? Простите, но я люблю конкретно, что вы подразумеваете под моими коллегами. Я бы сказал, кого. И кто конкретно, да. Кто конкретно. Но Сергей Чайминск отключился уже. А, все, да. Тогда я не знаю, что ответить. Потому что там не столько вопросов, сколько утверждений. Кому-то какие-то деньги. Ну, хотелось бы знать, о чем конкретно речь. И о ком. И о ком, да. Ну, Сергей, если дозвонитесь еще раз, и не можете звонить, тогда пишите на финам.фу. Просто лаконично. Я просто не понял вопроса, да. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Здравствуйте, меня зовут Павел. Здравствуйте, Павел. Вы из Москвы? Ну, я вообще из Химок. Ну, из Москвы, да, конечно. А, такой вопрос. Вы говорите, что что-то должно произойти. Я как бы сам молодой человек, мне 24 года. Я тоже хотел бы, конечно, чтобы что-нибудь произошло. И сам уже там чуть ли не хочу на баррикады. Ну, бывают моменты. Ну, я вижу очень много людей среди, в том числе, даже среди своего круга общения, хотя стараюсь там подбирать, нормальных людей. Но и в провинции, я думаю, их еще больше. Но даже в Москве люди, которые молодые, которые хотят стать просто одними из них, понимаете. Из кем? Одними из этих. А, понял. Из воров, понимаете, из бандитов. Им все равно, будут ли они в законе, как бы, или они будут... Ну, сейчас, естественно, выгоднее быть в законе, да, потому что тебя никто не трогает, да, с тобой не гоняются. Вот. И тонна людей, то есть они говорят, если у меня будет возможность, я буду воровать. Я говорю, как такое может быть? И вот у меня такое ощущение, что очень много людей в России, действительно, очень много людей. То есть мы здесь где-то в Москве, да, сидим, у нас там, как бы, несколько тысяч человек. Понимаю. Да, это Бог. А все остальные, такое ощущение, что как только они дорвутся вот до этой кормушки, они с радостью станут одними из них, и, как бы, и счастливо скажут. Да, спасибо, Павел. Извините, я ваше имя еще раз напомню. Павел, Павел. Павел. Павел, я абсолютно с вами согласен. Вы слышите меня, нет? Сейчас слышу. А, не слышу. Нет, он слышит. Я понял, понял, он радио слышит. Я с вами согласен. Это действительно серьезная проблема. Но мне понравилось, что вы сказали про себя, что вы вот готовы что-то делать и хотите что-то делать. Не надо смотреть по сторонам, не надо на других. Вот вы что-то и делаете, и будет еще рядом окажется с вами какой-нибудь Павел, который тоже захочет что-то делать. Не должны у людей руки опускаться по поводу того, что кругом нечестные люди. Надо самим быть честными. Это, в конце концов, надо не для кого-то, а для нас с вами, понимаете? Вот вы просто себя будете лучше чувствовать, если вы будете действовать и рассуждать в соответствии со своими убеждениями. Вот и все. Ну вот Дмитрий Чудаев пишет в Твиттере, ситуация критическая, вымирает нация и всем наплевать, за исключением нескольких. Понимаете, ну вот в пику, да? То есть идет вот люди тут же высказывают свое мнение, соображение. Ну, я просто хочу и для слушателей сказать, что Лев Семенович честно сказал в эфире, рецептов у меня нет. У меня нет рецептов. Каждый должен выбирать. Более того, я заранее говорю, что если я однажды выдам рецепт, я заранее прошу мне не верить. Вот честно я признаю. Вы в эфире, как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Валентин, я из Москвы. Здравствуйте, Валентин. Вот вы говорите, что есть только ощущение того, что что-то произойдет. И я хотел задать вопрос к вам, ну, такому более опытному старому человеку, когда уже что-то происходило. Старому не важно его говорить. Как это выглядело в обществе? Как это начиналось? Как это распространялось молниеносно по обществу? Сколько лет вам? Мне 30. Ага. Ну, хорошо. На моей памяти, мне больше, да? Ну, так, вдвое примерно. На моей памяти таких серьезных социальных сдвигов было, может быть, три, может быть. Все они, как мы уже сейчас с ведущим Юрием выяснили, в основном они происходили сверху. И оба посожалели об этом. Да, и оба сожалели, да. Серьезным сдвигом на моей памяти, хотя я еще был ребенком, но я чувствовал это, так сказать, носом, были события после смерти Сталина, 20-й съезд, 57-й, 56-й, 6-й год, когда серьезно изменилась, так сказать, общественная жизнь в стране. Хотя все еще была советская власть. Следующий серьезный сдвиг был в конце 80-х, в начале 90-х, когда общество всерьез как-то задумалось, очень серьезно захотело перемен. И в 91-м году, как мы знаем, по крайней мере, так сказать, москвичи не допустили прихода к власти ГКЧП. Это была настоящая революция. Но это была совершенно другая, это была прекрасная толпа, я там был, и какие бы ни были разговоры после этого, что все было напрасно, что нас обманули, что нас надули, что нами воспользовались. Эти разговоры отдельно, а мои, мои и моих многих друзей и знакомых прекрасные ощущения в эти три дня, они остались с нами. И это для меня было очень самоценно. У меня было полное ощущение, что мы что-то можем. И мне кажется, что вот этот год, который мы сейчас доживаем, он тоже был не пустой год. Это был не пустой год, он был, я говорю, двусмысленный, революции не произошло, но она началась, вот поверьте мне. Мы уже будем заканчивать, потому что у нас последняя минута остается эфирная. Елена Александровна, но вы вот для себя сами как определяете, вы пессимист или оптимист? Я осторожен. Вопрос с двойным дном. Осторожный оптимист. Осторожный оптимист. Я осторожный оптимист. Я так устроен, мне все время хочется верить во что-то лучшее. Я оптимист в том смысле, что в стране, в мире, в социальной жизни все может быть плохо, но нам, прекрасным, порядочным, умным и честным людям, надо быть такими, какие мы есть, и уметь объединяться, уметь друг друга радовать, уметь не ссориться по пустякам. Вообще, чем нас будет больше, тем будет лучше. Ну, а власть, ну что, ну она... Чем больше мы будем ее, чем меньше мы ее будем воспринимать всерьез, тем ей будет труднее как-то удержаться. Не свалимся в пропасть? Они свалятся. Лев Рубинштейн, поэт, журналист, замечательный собеседник. Мне было крайне приятно с вами провести этот час. Спасибо огромное. Это реальное время. Сейчас у нас будет краткий выпуск новостей, а после него вместе с вами, с нашими экспертами, будем подводить итоги дня. Так что оставайтесь с нами на 99,6. Продолжение следует...